Уважаемые участники, позвольте вам представить долгожданную нашу госпожу Лойду Гарсия Фибо, президента Американской библиотечной ассоциации в 2018-2019 году, члена постоянного комитета секции Международной федерации библиотечных ассоциаций по непрерывному образованию и обучению на рабочем месте. Имея широкий опыт библиотечной работы, госпожа Гарсия Фибо активно занимается исследовательской деятельностью. Она опубликовала десятки научных статей по таким вопросам, как защита прав человека, методы работы с поликультурным населением, повышением квалификации и непрерывным образованием. Дмитрий, представьте, пожалуйста. Я бы хотел бы представить наш следующий господин, Лойда Гарсия Фибо, президента Американской библиотечной ассоциации в 2018-2020. She is a prominent scholar who has published a number of scientific articles studying different aspects of reading and involvement of readers and so on. Лойда, пожалуйста. Спасибо. 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 I will share my screen. And good morning from New York to you. Over there you are at the end of your day. So it's a pleasure to be with you. I will share my screen so this might take a moment. Сейчас я запущу презентацию. Один момент. Okay, great. Well, thank you again for the invitation. And today I will share points about digital literacy, digital reading and examples and ideas from library associations. And my appreciation for the invitation to the state public scientific technological library of the Siberia branch of Russia Academy of Science. И я особенно благодарна за приглашение в Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук. The UNESCO Institute for Statistics indicates that despite the steady rise in literacy rates over the past 50 years, there are still 774 million illiterate adults around the world, most of whom are women. Институт статистики UNESCO Институт статистики UNESCO пишет о том, что несмотря на то, что за последние 50 лет происходит огромный рост уровня грамотности во всем мире, в мире все равно остается 774 миллиона взрослых, необразованных, и среди них большинство — это женщины. И вот эти цифры опубликованы, и институтом статистики ЮНЕСКО являются очень ярким напоминанием о том, что для того, чтобы достичь целей по устойчивому развитию ООН, требуется проделать все равно еще огромную работу, особенно в отношении программной цели номер 4.6, целью которой является достичь грамотности среди молодежи и взрослых в 2030 году. Это тотальной грамотности среди всех. И еще я бы сказала, что это историческое напоминание о том, что работе, которую должны проводить библиотеки, библиотекари, потому что именно в их ведении находится обучение людей и искоренение безграмотностью. Получается, что это очень радостная и такая внушительная информация. Я думаю, что вы согласны. Эти данные о количестве необразованных людей в мире говорят о том, что все-таки их не так много, и наша работа библиотекарей, она успешна. Мы должны популяризовать чтение самых ранних возрастов и библиотеки. Задача наша — это улучшать качество образования в различных сообществах, различных комьюнити и повышать уровни грамотности. Можно сказать, что наша задача — это спасение мира таким образом. Продолжение следует... и наличие, появление различных персональных цифровых устройств приводит нас к некоторому читательскому парадоксу, потому что мы видим, что, несмотря на то, что дети сегодня проводят очень много времени со своими гаджетами, они начали читать намного больше. И существуют исследования, проведенные ученым Зимин Лу, из университета Сан-Хосе, в котором утверждается следующее, что цифровое чтение — это типичное поведение, которым очень важным составляющим является экран устройства. Получается, что то время, которое человек проводит за чтением, к сожалению, больше не столько чтения глубокого происходит, сколько поверхностного чтения, пролистывания и поиска информации. Но ученицы и лидерарьи пытаются стильных студентов в стратегии для диджитальных читателей, которые практикуют глубокое читание. Но 9 из 10 родителей говорят, что иметь своих детей читать книги в пейс-буках это важно для них. Поэтому мы испытываем читание в пейс-буках и в пейс-буках. Однако преподаватели, педагоги и библиотекари пытаются привносить в жизнь читателей какие-то особые читательские стратегии, которые способствуют углубленному чтению. 9 из 10 родителей все равно считают, что читать своим детям бумажные книги по-прежнему очень важно. И давайте посмотрим на конкретные примеры в этой сфере. Мы посмотрели на некоторую статистику, а теперь рассмотрим конкретные ситуации. The Association of American School Libraries in its school librarians' role in reading toolkit states that technology provides school librarians a wealth of tools to use in teaching of reading and the possibilities are endless. Ассоциация американских школьных библиотек в документе, который называется «Инструментарий чтения» утверждает о том, что технологии позволяют школьным библиотекам использовать огромное количество современных инструментов, которые расширяют возможности чтения до каких-то бесконечных горизонтов. Извините, спасибо. В сегодняшнем центре медиа, студенты читают e-books, compartilяются свои истории online, на вики, создавая книжные трейлеры, блоггают как их любимый книжный характер, участвуют в дискуссиях online, and taking online literature-filled trips. И сегодня в современных медиа-центрах студенты читают электронные книги, они делятся своими историями онлайн, пишут различные вики-странички, создают трейлеры для книг, пишут блокпосты, а также описывают своих любимых персонажей из книг, и также принимают активное участие в онлайн обсуждениях различных книг. Digital text and media are allowing students to create and connect to the text through engaging them as active readers and giving purpose to the learning. Получается, что цифровые тексты и современные средства информации, они позволяют студентам создавать свои тексты и соединяться с текстом за счет активного чтения и привнесения какой-то особой, определенной цели в свой процесс обучения. Мы знаем, что многие считают, что даже сами студенты, дети и посетители библиотек, что они вообще не читают. Но на самом деле ситуация такая, что мы постоянно друг другу пишем текстовые сообщения, читаем электронную почту, заходим на Facebook, на Twitter, в Instagram и читаем текстовые посты там. И, наверное, наша задача как раз поймать их вот в самом начале, там, где они и находятся сегодня, потому что свои дни эти люди проводят онлайн и им нравится находясь в онлайн среде читать. Они читают много сайтов. То есть современное поколение, одно читает, находясь в онлайн среде. Some integrations for digital reading ideas are create your own modern day fairy tale, myth or fable, podcast or blog, blog for readers' response to prompt or class connection, continue classroom discussions online on blog or wiki, teach, sequence it with putting pictures from Flickr in order, on voice thread or slide share. И что мы можем сделать, чтобы вовлекать читателей вот в эту современную цифровую эпоху? Во-первых, мы можем, идеи включают создание современных сказок, мифов или каких-то историй за счет, через подкасты или блоги. можно также просить читателей, чтобы они отвечали на какие-то вопросы, заданные в классе, тоже в постах, опубликованных там где-то на медиаплатформах, также продолжать дискуссии, которые возникают в классной комнате, дальше переносить их в онлайн пространство. А также можно посмотреть на Google Earth и включать вот карты, электронные карты в процесс обучения. Yeah. So, I have more ideas for you. It's a bit of a long list and we're going to share it between the translator and I. Вообще, здесь огромное количество идей, здесь целый список. мы можем их просто вот с переводчиком, двоим очень долго обсуждать. So, the next ideas are, and this is for digital reading. Text setting with Google Earth, digital storytelling using various online tools such as Animoto, VoiceThread, online reading circles or literature discussion groups using blogs or wikis, wikis to publish a class notes paper. Далее, еще идея, значит, это цифровой story telling, то есть рассказывание истории за счет использования различных онлайн инструментов, таких как Animoto или VoiceThread, создание кружков чтения тоже в онлайн сфере или даже литературных дискуссионных групп через блоги или wikis-странички. Можно в форме wikis-странички также издавать школьные газеты как вариант. Other suggest other ideas are blog or keep a journal or respond to current events they have read, create podcasts of book characters interviews, create book trailer videos as an alternative to traditional book reports, student read, write, and record a podcast of original poetry, students create book review podcasts. Далее следующая идея это писать онлайн журнал или блог посвященный текущим событиям или вещам, которые недавно были прочитаны читателями, также создавать подкасты в форме интервью с книжными героями, создавать трейлеры, видеотрейлеры на книге как альтернативный отчет о прочтении книги, также студенты могут читать, создавать, записывать подкасты в форме поэзии. Also, get students excited about reading when they follow on Twitter and every day they post the first line of a young adult or children's book And the trick is that they don't tell you what the book is or who the author is. A research project perhaps or a challenge between groups, classes or schools. That's a good idea. You can also limit the age groups in or genre of the books that are chosen. And also can create some challenges between students. For example, they write the first line of a book without telling where it is and who is the And to set some discussions within the school. Have students developed messages as historic or fictional characters? might have communicated in 240 characters, tweets, called historical tweets. Create an account that only students access and use it to recommend books. Keep kids reading through the summer, students will need to be creative in hooking their peers to read in only 240 characters, which are the Twitter characters. Еще одна идея — создать специальный профайл, куда только студенты будут иметь доступ, то есть закрытая страничка, и использовать эту страничку для того, чтобы рекомендовать чтение. Дети могут читать, например, продолжать свое чтение в течение летних каникул и обязаны создавать некие такие зацепочки, то есть панчи, которые позволят их коллегам тоже читать книги и тоже должны это вложить в 280 символов, ну вот объем Twitter-поставок. And the last idea for you in this section, it's about a new spin on the all-cumulative story. Start with you posting a story starter and then use Twitter phone to have students add their part to it. И заключительная идея, которую вы тоже можете использовать, — это создать такую историю, которую напишет целая группа студентов. Вы пишете только начало, там первые несколько строк, и затем запускаете, например, цепочку в Twitter, цепочку постов в Twitter, где студенты добавляют свои части к вашему началу истории. So those were ideas, but there are many library patrons from all types of libraries, academic, public schools, that still don't feel comfortable using technology. And I have some examples for you about that. И вот это были идеи, как вовлечь тех, кто хорошо владеет справными технологиями, как их заставить читать больше. Но среди посетителей библиотек много и тех, кто недостаточно хорошо понимают компьютеры, не очень глубоко владеет справными технологиями. И я тоже хочу предложить несколько решений для таких посетителей. Let's begin. and digital reading, and it's free. And so you can see on the screen the three tabs on purple, those are some of the classes, as you can see, they are very basic. Why use a computer, for instance? I wanted to show you the rest of the classes that are free and very simple as well. And so, for instance, there is one about navigating a website. Which I think librarians know how to do that, but there are many people out there that cannot, and so they cannot do the digital reading. And the last thing. This slide, you know, includes even Microsoft Word and introduction to Facebook or Skype. Because it is all linked, intrinsically linked to digital reading and digital literacy. So, for us to have this participation in our kind of new world, where there is more digital reading and to promote that, that we need to equip our library patrons and also sometimes our librarians as well. And because this is a short presentation, now I'm going to jump to the of our new world. And it has to do with COVID-19 and the shift that we have experienced. With most of the world's students now at home due to COVID-19, the pandemic is revealing, startling divides in digitally based distance learning. With most of the world's students now at home due to COVID-19, due to the pandemic, we clearly see the differences that occur in the field of distance learning. The COVID-19 pandemic has forced schools' closures in 191 countries, affecting at least 1.5 billion students and 63 million primary and secondary students. Disparities in distance education. Disparities in distance education are particularly evident in low-income countries. Nearly 90%, for instance, of students in sub-Saharan Africa do not have household computers, while 82% are unable to get online. Disparities in distance education have been – now what will happen? 16. Yep. 16. 18. 19. 17. 19. 22. 22. 22. 22. 23. 12. в домашних компьютерах, 82% вообще не имеют доступа в интернет. Мой пример сегодняшний день из этой региона, Саб-Сахарской Африки, потому что я хотела показать, как дире ситуация может быть. Это самый яркий, наверное, пример вот этой разницы, которые сегодня есть во всем мире. So, although having a phone, a mobile phone can support young learners in accessing information or connecting with their teachers, for example, around 56 million living areas that are not served by mobile networks, which is almost half of the Sub-Saharan Africa. Получается, что даже наличие мобильного телефона с доступом в интернет уже является отличным способом получения образования в таком дистанционном формате. Но у 56 миллионов человек, которые проживают в этом регионе, это половина, 50% всего населения этого региона, нету мобильных телефонов и нету интернет-покрытия вообще на территории. So, in my conversations with colleagues from different regions of the world, I have learned that this is basically the situation in other areas, including some pockets in the United States where I live. There are people that are still experiencing the digital divide. And I've talked with colleagues in many regions of the world where there is such a difficulty to access to digital technologies. Even in some United States there are places where people don't have access to the Internet. a little bit. Teachers are also struggling with a rapid transition to online learning. And even those in countries with reliable infrastructure and household connectivity. They also need to be trained to deliver distance and online education. And again, countries like Sub-Saharan Africa and other regions are facing the greatest challenges. Another problem is that the teachers all over the world have been in a situation when they just forced them to be doing distance learning. They were not ready to teach them and they also need to teach them to help them and also to help them to help them to be in families to be 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 получать distance on образование. So librarians over here where I live in the United States are trying to help with this situation and currently ALA is sharing some tips for reading online during the pandemic and this of course won't solve the problem but we need to start somewhere. and biblioteca in the region where I live they they try to also help to solve the situation and our association published Это как-то помогает, но это, конечно, не является такой конечной помощи, помощи нужно больше и свыше. Итак, это какие-то предложения, где мы можем начать помест avec нашим comradам деком, которые теперь нужно снять, потому что ситуацию мы живем. Повторяйте к вашему библиотеку за предложениями. Это старый совет, который никогда не устревает, это спросите, придите к вашему библиотеку и спросите его, что можно почитать. Given the current circumstances, many libraries are now providing readers' advisory services virtually. San Mateo county libraries have implemented a robust customer care team to help patrons with anything from e-resources to finding a new read. Patrons can call, text or e-mail staff and receive a quick response. Учитывая текущую ситуацию, многие библиотеки сейчас начали предоставлять виртуальные услуги по совету, по помощи населению. Например, библиотеки округа San Mateo создали специальную команду, которая помогает читателям подбирать электронные ресурсы и читатели могут позвонить или написать текстовое сообщение, электронное письмо, чтобы получить быстрый ответ от специалиста. Продолжение следует... Explore book recommendations on social media. Instagram is a favorite place to find book recommendations, see what authors are reading, and find good books by scrolling through the feed. The visual aspect of Instagram is very appealing to people. Goodreads account can be good as well and to use as both a resource or book recommendations and to keep track of what people read. Можно искать рекомендации о том, что почитать в различных социальных сетях. Например, Instagram — одно из излюбленных мест для поиска информации или рекомендации о том, какие книги можно почитать, посмотреть, что читают сами авторы, что читают авторы страничек в Инстаграме. И для населения, в принципе, поскольку Instagram — это визуальный, социальная сеть, она очень притягательная. Keep tabs on your library online. Most libraries are active on social media, and many of them post book recommendations on their accounts. Again, San Mateo County libraries will be launching a personalized staff suggestions service, sometimes this summer. And so these new virtual services will allow the staff to connect patrons with personally relevant and impactful materials in their collection. And they also have a section on staff picks in their weekly e-newsletter with recommendations. Третий совет — это регулярно проверяйте странички в вашей библиотеке, потому что многие библиотеки по всей стране сегодня создают прекрасный цифровой контент. И можно также обращаться к виртуальным кружкам чтения, где искать как бы друзей по интересам и таким образом тоже увлекать себя в интересное исследовательское чтение. Check out virtual programs from your library. Libraries around the country are putting out amazing digital content. And I've seen some on the social media of some of Russian foreign literature as well. That's the one I've seen from your country. So the summer reading will look different than summers past. And many libraries are hosting virtual summer reading clubs with participants sending summaries of the books they are reading to the librarians by email or sharing on social media with a specific hashtag. And they have created live online experiences and events and added customer support services and redesigned the library homepage to focus on online exploration and digital materials. Также можно проверить, какие виртуальные программы существуют в ваших библиотеках. Например, я недавно в одной российской библиотеке видела подборку литературы, которую можно читать в течение лета. И мы понимаем, что лето этого года, в котором мы живем, очень сильно отличается от предыдущего прошлогоднего лета. И библиотеки вовлекают читателей, они создают, как уже говорилось, вот эти читательские клубы, также предоставляют карткое содержание книг и изменяют дизайн страничек своих библиотек, чтобы сделать их легкими для поиска необходимой информации. Лойда, у нас вышло время, Двитрий, попросите, пожалуйста, закончить уже. И заключительная мысль это, что не надо через силу заставлять себя читать. Да, вы оказались в такой ситуации, но помните, что это ситуация пандемии, это карантин, то есть это чрезвычайная ситуация. Не надо себя совсем уж заставлять издеваться над собой. Но, overall, reading in the digital age still includes strong traditions, such as going to the library, and now it's more online. And it also brings opportunities to include more those that, due to the digital divide, do not have access to computers, but have access to mobiles. They can use it to read. And so we have more opportunities to advocate for that type of service, for more access to the internet as well. We have a great opportunity to better the education and lifelong learning of our communities. So, the digital reading has come to stay. И поскольку сегодня мы живем в эту эпоху цифрового чтения, нужно понимать, что наличие мобильного телефона у человека очень сильно расширяет его горизонты, и мы должны создавать ресурсы, которые человек может использовать, читатель может использовать на своем именно мобильном телефоне. Задача, которая стоит перед библиотекой сегодня, это способствовать образованию, грамотности наших читателей и улучшать жизнь комьюнити, улучшать жизнь сообществ, которые находятся вот в районе вашей библиотеки. Спасибо огромное, Элойда. Спасибо. Коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, можно их задать. В чате развернулась дискуссия по поводу того, нужно ли привлекать читателей или нет. И коллеги уже сами пришли к выводам, послушав как раз доклад Лойды. Одни за то, чтобы привлекать читателей, другие нет, читатели придут в библиотеку сами. И что у нас есть огромная дискуссия, которая была в нашем чате. У нас была вопроса, которая спросила, «Может ли мы привлекать читателей, или мы привлекли их в лаборатории, чтобы они приезжали в лаборатории?» И ответ, наконец, после этой дискуссии, что нет, читатели не могут приезжать в лаборатории. И еще огромное спасибо, Элойда, за освещение ситуации вот как раз в период пандемии. На самом деле, я думаю, что во всех странах столкнулись и библиотекари, и студенты, и дети по всему миру. И, Лойда, спасибо большое, что рассказывали информацию о пандемии, рассказывали, что лаборатори, студенты, и дети по всему миру становятся проблемы, проблемы с литерацией и интернет-коннекцией. И мы можем видеть, что это действительно интернет-коннекцией, которые происходят в многих странах.